Сегодня в Ломоносовском суде Архангельска начнется слушание дела пятерых жительниц областного центра, которые обвиняются в организации азартных игр. По версии следствия, на этом они заработали более 7 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали. В России стартовал заключительный этап конкурса «Народный участковый». Он проходит в форме онлайн-голосования на сайте Комсомольской правды. Наш регион представляет лейтенант полиции Северодвинска Денис Исаков. Победитель конкурса получит автомобиль УАЗ «Патриот». Проголосовать за участника можно до 10 ноября. Сегодня в Архангельске открываются 13-е традиционные иоанновские чтения. Они приурочены к 187-летию со дня рождения Иоанна Кронштадтского. Начнутся чтения с молебна, который проведет митрополит архангельский Холмогорский Даниил. Один из вопросов, который будет рассмотрен, противоречит ли Библия современной науке. Сегодня 75 лет отмечает легенда архангельской журналистики Валентин Пролетарский. С 1966 года он работал диктором и спортивным комментатором на архангельском телевидении. Валентин Николаевич и сейчас всегда в центре событий. Телеканал ПС поздравляет Валентина Пролетарского с юбилеем и желает только здоровья. Если пассажирские перевозки, то только с Авророй! В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде сегодня в Архангельске облачно. Небольшой снег, ветер южный, слабый, температура в течение дня минус 4 градуса. На дорогах гололед. Смотрите программу сейчас в регионе каждый час на канале ПС. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!